Очень важно понять, что все начинается с движения. Вот, допустим, вы хотите поменять жизнь. Что первое? Пойти в храм? Может быть, вы не сможете даже дойти, у вас не хватит силы воли. Понимаете, есть три энергии, которые человек должен вырабатывать для того, чтобы побеждать судьбу. Первая энергия, самая первая и самая главная, называется энергия воли. Когда человек может себя заставить что-то делать, у него все может поменяться. Согласны? Нужно себя заставлять научиться. Так? Научиться – это неправильное слово. Нужны силы, чтобы себя заставлять. Так вот, эта сила себя заставлять вырабатывается из движения. Не просто движения, а длительного непрерывного движения. И чем ты дольше ходишь, тем больше сила воли. Именно непрерывного дольше. Вот, допустим, максимально сколько надо ходить, чтобы полностью прочистить всю волю, весь свой организм. Это 4 часа 20 минут примерно. Раз в 6 дней. Раз в 7 дней где-то. 4 часа 20 минут. Раз в 7 дней. Каждый день истощение произойдет. Так нельзя делать. Организм должен восстанавливаться. Нужен баланс, нужен баланс всегда. Паститься тоже нужно правильно. Допустим, ну, про пост чуть позже. Итак, когда человек движется, идет неправильно, что происходит в его дыхании? Он наполняет организм. Он наполняет организм праной, желанием жить. Значит, не будет никакого коронавируса. Дальше. Он свою психику наполняет энергией, способной побеждать. Ведь каждую секунду он заставляет себя идти. Каждую секунду ему надо заставить себя, чтобы сделать новый шаг. И это означает, что он привыкает себя заставлять. И радуется такому. Это называется, ну, энергия воли. Я когда бегать начал, мне было жутко тяжело. Вот такое было ощущение, что я мешок с испражнениями. И очень тяжело. Я вот бегу и просто бум-бум. Я в 50 лет возобновил пробежки. С перерывом в 17 где-то лет, что ли, даже больше. Я в 25 где-то закончил бегать. Мне сказали, что если человек бегает, он сокращает свою продолжительность жизни, потому что он чаще дышит. Я в это поверил, дурак. И перестал бегать. А потом я понял, что я не бегаю, у меня продолжительность жизни сокращается. Я становлюсь дистрофиком просто. У меня теряется работа сердца, сосудов. Я все разрушаю. Я начал бегать в 50 лет опять. 5 с лишним лет назад. И за 2,5 года я дошел постепенно, очень аккуратно. Сначала 500 метров пробежал, задохнулся. Потом 600, 700. За год я вышел на дистанцию где-то 4 километра. За 2 года я вышел на дистанцию 8 или 9 километров. И за последние полгода я вышел на дистанцию 17 километров. И сейчас эта дистанция, она прочищает весь организм. Больше не надо бегать уже. Все, я остановился на ней и бегаю раз в 6 дней эту дистанцию. И сначала мне было даже 500 километров пробежать нереально тяжело. А сейчас вот мне, я включаюсь где-то километра 2-3 в пробежку, а потом я бегу и вообще не чувствую никакой усталости. Пульс ровно держится на определенных цифрах. 140, где-то 135 ударов в минуту. Раньше такого не было, он все время повышался. Сколько не бежишь, все выше, выше пульс. Что это значит? Что организм выработал вот эту способность преодолевать трудности или волевой импульс. То есть это означает, что можно заставить себя встать с постели, лечь вовремя, не есть на ночь. Можно заставить себя простить. Можно заставить себя пойти на работу и там дождаться, когда у тебя будет успех. Видите, как важно иметь вот эту энергию воли. Поэтому движение является очень крайне важным для тех, кто хочет победить в себе стресс, депрессию, тяжесть жизни, вот эту трудность. Это самое первое, что должен делать человек. И это самое первое, что делает человек. Вот когда человек рождается, он что делает? Он начинает ручками сначала двигать, потом ползать начинает, потом начинает ходить, потом бегать. Вот чем он занимается. У меня одна женщина спросила, Олег Геннадьевич, а если я уже бегать не могу, что мне делать? Я говорю, ходить надо длительно. А если я уже ходить не могу? Я говорю, ползать надо. А если я ползать не могу, надо мотать ручками и ножками. А если я мотать ручками и ножками не могу, тогда молись. Тебе придется уйти из жизни. Потому что когда у человека нет возможности двигаться, значит все. У меня один знакомый есть, у него произошел инсульт такой сильный, что у него движется только четыре пальца одной руки. И все больше ничего не двигается. Прошло несколько лет, он лежит в хорошей палате, в очень хорошей стране. За ним заботятся, не дают ему уйти из жизни. Я прихожу к нему, и в какой-то момент он говорит, я не хочу так больше жить, что мне делать? Я говорю, как что, двигаться? Он говорит, я готов делать все, что ты скажешь, чтобы дальше стало лучше. Я говорю, хорошо, вот тебе эспандер, двигай пальцами, пока есть силы. Как только устал, отдыхай. Отдохнул, опять двигай пальцами. Придет время, и у тебя начнет двигаться кисть уже. А потом полностью вот так начнет двигаться. Потом дальше, и потом дальше. Потом вся рука начнет двигаться. Потом у тебя начнет двигаться шея. И вот все последовательно. Понимаете, так Дикуль восстановился. Он тоже был обездвижен. С помощью движения. Это называется желание жить. Хочешь жить, живи. Не хочешь, помирай. Это называется разные типы веры. Веришь, что получится, получится. Веришь, что помрешь, помрешь. Веришь, что тебя вылечат, значит тоже помрешь. Это вера в страсти, кстати. Меня врачи вылечат, помрешь. Веришь, что сам поможешь себе, вылечишься. Но благостные люди, они в знании живут. Они используют знания также в медицине современной. Не то, что она вся плохая. Вот, допустим, некоторые заморачиваются на то, что надо рожать дома. А надо рожать в роддоме. Только в правильном. Можно во воду рожать. Но обязательно должно быть условие для принятия родов экстренных. Например, хирургические какие-то роды. Потому что всякое же бывает. Как ребенок выйдет или не выйдет, мы не знаем заранее. Поэтому нужно с головой ко всему подходить. Хоть ты благостный, хоть не благостный. Допустим, ты коронавирус не можешь победить своим благостными методами. Тогда пей таблетки. Чувствуешь, что дыхать тяжело стало. Едь в больницу. Нужно быть разумным во всем. Когда рак начался, не надо лечиться у знахарей. Надо вырезать опухоль, облучать ее. Потому что все остальное не помогает. Это мой опыт. А потом уже дальше, когда все вырезали, здоровый образ жизни. И можно все, что там осталось, сжечь с помощью этого здорового образа. Вот это правильный подход. Если упустил время, все, тогда ничего не сделаешь. Опухоль в организме – это злая сила, которая предназначена убить тебя. Это живое существо. Вот там злой дух живет прям. Оно размножается, растет. Оно у ней есть своя жизнь. Это не то, что там просто клетка какая-то, которая сбились у нее на стройке, как говорят ученые. Это реально живое существо, которое там растет по своим законам. И оно родилось, чтобы тебя убить. Потому что ты жил неправильно. Ты уже лишен возможности жить, потому что у тебя не было здорового образа жизни. Ты жил неправильно. Как это происходит? Есть три стадии старения. То есть есть вообще три энергии старения. Энергия жара в теле, энергия напряжения, энергия лишнего веса. Что такое злокачественное опухоль? Это когда человек позволяет себе лишний вес. Это значит, что следующая стадия будет доброкачественное опухоль, а следующая – злокачественное. То есть нельзя давать себе иметь лишний вес. Иначе это и есть энергия старения. Даже маленький ребенок, толстый – это старение. Или человек жарко постоянно. Это первая стадия. Вторая стадия – воспалительные процессы. А третья – разрушение органов уже. Это сахарный диабет, бронхиальная астма, аллергии тяжелые. Это все от энергии огня происходит. Напряжение. Сначала просто напряжение. Потом дальше нарушение функции, нарушение сна, нарушение сосудов, гипертония, нарушение работы кишечника, суставов. Это вторая стадия. А третья стадия – инфаркт, инсульт, конфрактуры суставов и так далее. Это вот три типа старения. Есть три типа омоложения. Аскеза омолаживает. Желание жить для тела означает аскеза. Аскез заставляет себя. Когда человек одновременно длительно двигается и он не двигается, неподвижное положение тела культивирует, он побеждает напряжение в теле. Когда человек одновременно длительно двигается и постится на воде, он побеждает лишний вес и доброкачественные, и злокачественные опухоли, если они только начали развиваться. А когда человек неподвижное положение тела культивирует, и пост на воде, он побеждает жар в теле лишний. А жар в теле — это также гнев, обидчивость. И просто жарко спать — это тоже жар в теле. У всех людей на Земле какой-то тип старения будет преобладать. У кого-то жар в теле, у кого-то лишний вес, у кого-то напряжение. Вот у меня напряжение преобладает, поэтому я длительно двигаюсь, и неподвижное положение тела — это у меня остальные основные аскезы. Если лишний вес, тогда паститься придется и бегать. Или ходить подолгу. Вот женщинам тяжело бегать, надо ходить. Вы скажете, Олег Геннадьевич, у нас невозможно бегать на улице, у нас там собаки злые и лед. Хорошо, бегайте по беговой дорожке. Можно поставить на балконе вообще, как на улице будет. Включили, побежали, или пошли. Смотрите, всем желает счастья вокруг. Что сосед там делать? Я желаю ему счастья. Вот я люблю поесть, очень, очень люблю. У меня зверские просто пищеварения. Я просто, я могу сожрать маленького слона, мне кажется. Вот такой у меня аппетит. Вот честно, что я решил для себя? Я решил не есть каждый день до обеда. Потому что больше я не могу выдержать. Я вам рассказываю, как я решил вопрос. Вы мне говорите про свое. Я же не говорю вам, что я две недели не ем, а потом три маленьких слона съедаю. Вот. Или одного большого. Я вам рассказываю, как правильно. Ну то есть я понял тоже, что если я буду поститься, я все равно потом обожрусь. Я это понял еще в 10 классе. Когда я изучал вот по полю брегу голодание, я начал голодать и довелся до такого, что я, ну как бы, иду на кухню, ем, потому что я не могу выдержать. А потом вырываю два пальца в рот, вырываю все это и опять на кухне. Я думаю, это уже безумие все. Я вышел из этой борьбы с собой, перестал учиться поститься. Я понял, что это аскеза не для меня, но я сделал очень правильное решение, которое мне уже 20 лет помогает. Я ем легкую пищу вечером, и следующая у меня еда, это только в обед. Ну то есть, когда солнце поднимается, то человек в это время лечится. И чтобы сжигать все токсины, я организму даю 16 часов. Вот с 12 часов ночи начинается лечение организма. И оно заканчивается в 12 часов дня. Ну и плюс там получается до сна время. То есть всего получается 16 часов перерыв. Потом в обед я ем как, ну как бы, настоящий, настоящий взрослый, этот, как его, настоящий взрослый бегемот. Ну то есть я ем нормально, но аппетит разгорается за 16 часов. И потом опять только фрукты вечером. И вот так я живу. У меня за 16 часов все сгорает, все переваривается, все отлично. Если сильное пищеварение, так надо примерно. Или, допустим, с утра есть и в обед, а вечером не есть, тоже получается 16 часов будет. Вот выберите себе два варианта, один из двух, который я вам предложил. И у вас все будет кока-кола. Но если вы будете есть три раза в день с сильным аппетитом, тогда вы, может, не зайдете вот в эту дверь со временем. Эту белую-белую дверь. А длительные посты никогда человеку не помогают. Это очень вредная практика. Они увеличивают психическую чувствительность, ранимость и увеличивают память о голоде. Вот чем больше человек постится, память о голоде никогда не заканчивается. Поэтому людей, когда из концлагеря брали, их закрывали в другой концлагерь, и их начинали кормить, бросали им туда еды чуть-чуть, они ели и стучали с дверью. Их постепенно приучали к пище, и так сохраняли их жизнь. Потому что память о голоде, она разрывает психику человека. Человек не может остановиться, он ест, ест и с ума сходит. Поэтому длительное голодание – это не вариант вообще лечиться. Голодание должны быть не такие длительные. Максимум голодания, если вы спокойно к пище относитесь. Кстати, если у вас слабое пищеварение, кушайте чаще. Если сильное, кушайте реже. Вот такой закон. Если чувствуете, поели и насытились, чуть-чуть поели, насытились, кушайте чаще. И у вас все будет нормально. А если вы прямо хочется есть больше, тогда кушайте реже. И тоже все будет нормально. Ну кушайте сколько хотите, в тот момент, когда вы сели кушать. Все зависит от количества съеденной пищи за раз. Если чуть съела и не можешь, значит слабое пищеварение. В целом у женщин в основном слабое пищеварение, не сильное. У мужчин в основном сильное. Потому что у мужчины тело более активное по природе. И поэтому хочется есть сильнее. Поэтому женщина, она не ест, она пробует. Она насыщается вкусами, ей нужна энергия любви. Мужчина тоже не ест, он жрет. Потому что он насыщается количеством пищи, ему надо энергия для победы, ему нужно много пищи, чтобы побеждать. А женщине нужно вкусно, чтобы было. Вот, допустим, мы с женой вместе садимся кушать, она еще не знает, что ей вкусно. Не всякая женщина знает, что ей вкусно сейчас будет. Поэтому она в себе кладет понемножку всего того, что и мне кладет. И начинает все быстро пробовать. Почему быстро начинает пробовать? Потому что, чтобы я еще не успел это съесть. Потом, когда она определяет, что ей сегодня вкусно, она это у меня тоже берет. А мне по барабану, мне главное, чтобы было много. Поэтому у нас с ней полная гармония. Бог сделал нас гармоничными. Если мы сотрудничаем, то в мужчине и женщине легко жить. Если не доказывать друг другу, что ты не прав. Просто принимать сознание близкого человека. Тогда легко жить вместе. А если доказывать, то невозможно. Поэтому есть две категории семей. Одним легко вместе жить, а другим невозможно. И есть третья категория, которая на переходе находится. Им то легко, потом раз, срыв невозможно. А потом опять легко. Ладно, мои хорошие. Итак, первое, что надо делать, это длительное движение непрерывное. Не можете ходить, ползать. Есть эллипсоид такой, знаете, вот. Берете, покупаете такой, знаете. Вот у кого суставы больные. Там почти не двигаются суставы. Стопа почти не двигается там. Двигается все, но понемножку. Классный такой станок. Можно, и ты длительно двигаешься, и у тебя суставы восстанавливаются. Понимаете? Некоторые думают, если я буду двигаться, у меня разрушатся суставы. У нас не колодки, понимаете, как на машине. Колодка стерлась, новую поставил. У нас все самовосстанавливающая система. Почему суставы или органы не восстанавливаются сами? Потому что им не хватает энергии. Как только вы будете длительно двигаться, у вас появится энергия для самовосстановления. Там есть разные слои. Допустим, если двигаться, идти непрерывно 44 минуты, то восстанавливается работоспособность. Это первый слой человека. Если 88 минут идти, то восстанавливается кожа и слизистые оболочки. Если идти 44 минуты, умноженное на 3, то восстанавливаются все сосуды и мышцы. Если идти 44 минуты умножить на 4, то восстанавливаются все внутренние органы. А если идти 44 минуты умножить на 5, то восстанавливается вся нервная система. Она глубже всего находится. Поэтому человек просто длительное движение восстанавливает, омолаживает человека Он становится моложе Когда какой-то орган восстанавливается, он ноет после ходьбы Не болит, а ноет А если он болит, значит и ходите помедленнее Вот и все Вся система Если вы 44 минут ходите, можете ходить каждый день Если вы 44 на 2, значит через один день Если 44 на 3, значит через два дня Если 44 на 4, значит через три дня Если 44 на 5, значит через четыре дня Или через пять дней Понятно? Если поститесь полдня, каждый день можно, вот как я по 16 часов Если вы поститесь сутки, значит через одну неделю Если поститесь полтора суток, это с вечера до утра Значит через две недели Если поститесь два суток, значит поститесь через три недели А если поститесь максимум два с половиной суток, больше не надо поститься, потому что все тело очищается То тогда поститесь через раз в месяц И вам достаточно Противопоказания чрезмерное пищеварение Если тебя все сжигает, там внутри тебе плохо во время поста, значит не надо этот способ аскезы использовать Я еще раз повторяю, я пощусь каждый день по 16 часов Потому что у меня сильно пищеварение Я не могу сутки поститься, у меня все сгорать внутри начинает А? Тогда ходи Все индивидуально, может скорее всего нельзя Скорее всего нельзя, но двигаться длительно можно Я говорю, ходьба это самый первый и самый простой способ восстановить себя Неподвижное положение тела сложнее уже, пост еще сложнее, но начинать надо с ходьбы Эллипсоид для больных суставов Когда уже как бы и, тогда эллипсоид А есть еще и люди, которые вообще, там для всей инвестиционной рост, они даже не могут ходить уже Руки двигаются, есть тренажеры для рук Ты руками двигаешься, у тебя начинает все остальное начинать двигаться И ты пойдем пойдешь, понимаете То есть начинай с того, что можешь Если ты не можешь ходить, ползать, то руками болтай Ну принцип, как у ребенка Когда человек начинает длительное движение, постепенно у него переключатель срабатывает на каком-то километре Вот у меня где-то после 20 минут бега У меня срабатывает переключатель, начинаю чувствовать свежий воздух, природу Это от возраста зависит, дети сразу чувствуют Взрослые люди постепенно замораживаются У них энергия природы уже хуже входит Но в любом случае, если человек длительное движение совершает, начинает чувствовать энергию природы И это чувство приводит его к хорошему настроению К тому, что депрессняк до свидания Оптимизм появляется, чувство, что все будет хорошо Появляется меньше обидчивости, меньше повышенной чувствительности Не переваривая своего мужа, хорошо, иди длительное движение совершай А когда ты энергию природы начнешь всасывать в себя, у тебя вообще пойдет нормальная жизнь Потому что именно энергия природы и есть настоящее лечение Человек думает, лечение, это надо таблетки пить там Лечение это просто энергия природы Солнце дает человеку хорошее пищеварение Хороший иммунитет Дает психике, дает чувство собственного достоинства Дает способность побежать трудности Это энергия солнца Дает крепкие сосуды Хорошее зрение Костную систему хорошую и так далее Энергия воздуха дает человеку стройное тело Крепкие мышцы Дает человеку устойчивость в теле С переломом там всяким и так далее Гибкость энергии воздуха Дает человеку сильную волю, концентрацию внимания Хорошую работоспособность Способность противостоять трудностям Устойчивость внутренняя Энергия воздуха, ветра Энергия земли дает человеку спокойствие Дает человеку восстанавливает гормональные функции Дает человеку хороший сон Энергия земли Человек чем выше над землей, тем хуже спит Тем ниже У нас представляет дурдом У нас квартиры на более высоких этажах дороже стоят Надо покупать на низких Потому что земля рядом Спать будешь хорошо, жить будешь хорошо Воздух чище, вся дурь поднимается кверху Итак, дальше Энергия воды Дает человеку доброту Способность взаимодействовать с окружающими людьми Хороший обмен веществ Дает человеку Опять же хорошие гормональные функции Особенно у женщин Дает человеку возможность Начинать рожать детей Женщинам Дает успех в деятельности В бизнесе Потому что ты можешь со всеми договариваться У тебя хорошая энергетика, мягкая такая Энергия воды дает человеку Энергия пространства Дает человеку ощущение перспективы Что все будет хорошо Оптимизм Способность не верить в то, что будет поражение И так далее Эти энергии Это самое главное в нашей жизни Они дают нам жизнь саму А мы с ними не контактируем Потому что мы зашорены У нас переключатели сломались Мы не чувствуем природу Нужно длительное движение, чтобы включить Или пост Любая аскеза Человек не двигается, допустим, стоит Через 15 минут неподвижного положения тела Он чувствует Ой, как легко дышать Как хорошо Какой сегодня день хороший Чуть-чуть прошелся или пробежал Ой, как хорошо Чуть-чуть попастился Вышел Тоже не надышишься После тренировки люди чувствуют это Включился человек Энергия природы пошла внутрь Значит, будет здоровье Если не пошла Значит, не будет Ну, а в целом Примерно так вот Примерно так Это начало жизни Понимаете? Потом дальше будет еще много чего Это начало Если вы этого не будете делать Жизни не будет у вас Из стресса Из депрессии Из неправильной веры Человек выходит Сначала с помощью природы Природа – это мать Нужно сначала наполниться силой Нет силы – нет жизни Если ты хочешь что-то менять Тебе нужна сила Сила идет от природы Дальше, когда сила появилась Иди в клуб благости Сейчас небольшое объявление Браслеты Амрита Вот эти вот браслеты Которые помогают иммунитетам Продаются в коридоре Если хотите аудиозапись семинара Заполните анкету в коридоре И все И дальше будет аудиозапись Троицкое фермерское хозяйство Хорошего человека Производит рыжиковое масло Это природный витаминный комплекс Масло в коридоре Наши партнеры Магазин «Экопольза» Запомнили? «Экопольза» Значит, полезные продукты в коридоре Фитокафе Вегетарианские полуфабрикаты И центры аэрведы и йоги Лакшми Все, пользуйтесь хорошими людьми Товарами и услугами Это рекламная пауза была Также у нас есть Онлайн фестиваль «Благость» Который в январе будет То есть те, кто из вас был Кто был на фестивале «Благость» Можно побывать теперь онлайн Все то же самое будет С утра и до вечера Все то же самое Две недели Кроме еды и моря Это в следующий раз В мае, если получится То можно будет приехать Вот Онлайн можно записать Можно все в записи У вас разница с 5 часов с Москвой Но зато вы можете в записи Все просматривать, проделывать И все как бы в вашем В вашем временном режиме Вот такие объявления Итак, мы решили выбраться из стресса Вот надоела такая жизнь Начинаем с природы Движение сначала Двигаться научились Теперь научитесь не двигаться Зачем? Двигаться в аскезе То есть стоять неподвижно Или сидеть в позе алмаза Садиться вниз в такое прямое положение тела Он начинает продавливать ситуацию Своей психикой Ему даже принимать ничего не надо Он начинает менять все Это касается алкоголиков Так же Неподвижно Поза алмаза Молитва И убираем духа злого Из сознания своего близкого человека Дальше Следующее положение Поза бабочки Стопы вместе Колени в розе Спина чуть-чуть полусогнутая Это положение тела Предназначено для гармонизации Вот допустим Ты чувствуешь себя негармонично в этом городе Он тебе не подходит Или на работе у себя Или с своим близким человеком Стопы вместе Колени в розе Неподвижное положение тела И у тебя все нормально со всеми Допустим у мужика Зашкаливает половое желание Там все время грызет это И колет дрова Поза бабочки И все Как бы он спокоен Там понимаете как Пять психических цилиндров Двенадцать Примерно от двенадцати до четырнадцати минут Прочищается один из них Когда у мужчины жар На каком-то из четырех психических цилиндров То и в нижних центрах Тогда начинается Вот это желание секса Очень сильно Это энергия огня Так действует Когда человек сидит в позе бабочки Допустим Четырнадцать минут Если у него на поверхностных цилиндров Скорее всего Обычно На третьем четвертом жар бывает Ну то есть получается Двенадцать Четырнадцать минут Умножить на три Сколько получается? Сорок две минуты Надо сидеть Чтобы полегчало Следующее положение тела Одну ногу забрасываешь Вот так вот На бедро А вторая может быть ниже Называется полулотос Или обе ноги на бедро Вот так переплетаются Это положение тела Усиливает очень концентрацию Внимание Мощная концентрация Все эти положения тела Предназначены для молитвы Когда человек двигается Это сочетается Со слушанием лекций И духовной музыки Это в тебя всасывается Очень сильно Запомните Когда вы длительно двигаетесь Нельзя позволять себе Думать о своем Когда длительно двигаешься Нужно это использовать Энергию воли Для выхода из стресса Для этого надо заставлять себя Слушать лекцию Или духовную музыку Если вам лекцию трудно слушать Когда человек двигается У него мозги Начинают включаться Очень сильно Потому что воля Включается И он может реально слушать И в это время Он может очень много Что понять Понимаете Но если он думает О своем То тогда он Из стресса не выходит Но когда человек думает О боге Или он слушает лекцию Какую-то Или духовную музыку Что относится Тоже думать о боге Там интересно происходит Человек настраивается Все больше На божественное Все больше настраивается И его Плохая судьба Все больше Начинает сгорать Это и есть Молитвенное настроение То есть Злая судьба Сгорает сама Потому что Ты усиливаешь Добрую судьбу Добрая судьба Всегда сжигает злую Так человек Побеждает судьбу А если настроился На плохое Начал думать О плохом Тогда Ничего тебе не поможет Хоть ты ходи Хоть не ходи Понятно? Когда человек молится Лучше всего Неподвижное тело Положение занимает Потому что Неподвижное положение Тело Включает разум Не двигаешься Включается разум Который и побеждает Судьбу Когда человек Длительно двигается У него включается ум И ум тоже Надо очищать От мысли В уме мысли Находятся В разуме В воле Поэтому Когда человек Не двигается Он Вырабатывает В себе Самоконтроль Способность Заставить Ну как бы Контролировать себя Итак Если ты Длительное движение Совершаешь У тебя Сила воли Укрепляется Ну допустим Мужчина говорит Я не могу работать На одной и той же работе Долго Ухожу Длительное непрерывное движение Я не могу Теперь терпеть Начальство Неподвижное Положение Тела А вот Если человек Не понимает Чему делать Жизни Дальше Тогда Пост на воде Можно По шнад По Пол дня Понятно Да Не обязательно Сутками Пост на воде Очищает Не только Тело Но так же И психику Человек И он Начинает Понимать Как Все в этом мире Устроено И что делать В жизни Дальше Пост Очищает Восприятие Человек Понятно Не знаешь Как жить Дальше Постись Узнаешь Вот эти Три энергии Человек Человеку Не хватает В этом мире Только силы Почему Депрессия Нет сил Почему Лень Нет сил Почему Вредные Привычки Нет сил Главная Проблема Человека В этом мире Нет сил И когда Человек Начинает Действовать Правильно Он Обретая Силы Приобретает Также Победу Над судьбой Но есть Еще Следующая Стадия Надо Понять Что Когда У тебя Силы Появились Сила Есть Ума Не Надо Называется Ты Начнешь Чем Заниматься Дурить Вот Мне Как Писали Такие Благодарственные Письма За лечение Спасибо Олег Геннадьевич За Ваше Лечение Я Теперь Могу Выпить Три Литра Пива И у Меня Не Болит Голова Другая Пишет Олег Геннадьевич Правильное Отношение С людьми Нужно Начать Просить Прощения Прощать Делать Добрые Дела Это Скрытая Реклама Клуба Благости Пойти В клуб Благости Там Тебя Научат Как Родину Любить И друзей И людей И всех Вокруг Ну то есть Не хочешь В клуб Благости Иди Еще Куда Нибудь К Добрым Людям Например Какие Ни Кружки Православные Там Ну чтобы Было Общение С хорошими Людьми Ну то есть Хорошие Благостные Люди Это Какие Люди Верующие Люди Страстные Люди Это Какие Которые Стремятся К успеху Невежные Это Бандиты Тунеядцы Алкоголики Страстные Люди Это Люди Которые Хотят Внешнего Успеха Богатства Деньги Власть Благостные Люди Это Люди Которые Хотят Бога Вот И Все Вот Смешиваются Друг С Другом Каждый Живет В Своей Среде Это Не Знать Что Ты Если Захотел Бога Ты Теперь Станешь Нищебродом Нет Человек Ничего Не Теряет Я Знаю Очень Богатых Людей Благостных У У меня Есть Много Примеров Как же Человек Должен Научиться Общаться С Людми Как Человек Должен Успеха Социального Достигнуть Как Жен Должен Почувствовать Счастье На работе Счастье В отношениях С женой Счастье Высокое Каждый Человек Должен Что-то Получить В этой Жизни Так Невозможно Жить Кто-то Хочет Славы Получить Кто-то Успеха Кто-то Хочет Богатства Кто-то Хочет Допустим Денег Больше Все это Легко Достижимо На это Не стоит Тратить Никаких Сил Нужно Просто Понять Принцип Что Все Эти Вещи Происходят В результате Определенных Действий Сочетаемых С наполнением Себя Энергией Природы Ну Например Там Целая Наука Например Вот Какие Действия Надо Совершать Чтобы Быть Богатым Ну Что Значит Богатым Богатым Это Значит Что У Тебя Щедрое Сердце Вот Вот Кто Может Продавать Товар Давайте Разложим По полкам Черты Характера Человека Который Будет Улетать Что Хочешь Вот Что Бо Он Не Продавал Все Будет Улетать Первое Он Любит Людей Вот Он Смотрит На Человека У Него Хочется Купить Потому Что Он Любит Людей По Доброму К Человеку Относится Как У тебя Дела Там Так Понимаете Первое Второе У него Есть Желание Помогать Другим Не Грести На Себя А Помогать Вот Допустим Ты Идешь По Бутикам И Женщина Какая Смотрит На Тебя Такая Добрая Улыбается Любит Людей Ты К ней Подходишь Говоришь Где Ботинки Можно Купить Она Говорит Пойдем Покажу И Отводит Тебя Туда И Ты Приходишь Туда Раз Покупаешь Ботинки Потом Думаешь А где Эта Женщина Надо Найти Нашла Потому Что Классно Можно Приходить На Рынок И Что Хочешь Купить Как Б Тебе Помогут Вот Нашла А у Вас Что Продается Она Такая Улыбается Ну Вот Все Что Здесь И Все И У Ней Тоже Что Покупаешь Потому Что Она Тебе Нравится Понятно Как Работает Все Теперь Ты Идешь По Бутикам И Кто Хочет От Тебя Чтоб Ты У Него Ботинки Купил Ты Пойдешь К Нему Нет Противно То С Другими Словами А Все Хотят Денег Если Они Продают И Вот Здесь Противоречие Понимаете Человек Должен Победить Себя Для Этого Надо Служить Желать Всем Счастья И Есть Определенные Действия Вот Когда Человек Допустим Кормит Нищих Когда Он Помогает Дому Там Престарелых Как Может Вот Служит Людям Заботится О Других У Него Появятся Деньги Понятно Нет Ну То 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 Счастье Тебя Порошок Стирают Все Торговать Не с кем Уехал Из города Все У меня есть Один знакомый В Индии Торговец Такой Драгоценностями Вот Он Мне Звонит Говорит Да Меня Обманул Один На 12 Тысяч Долларов Я говорю Ну что Сдай его В полицию В милицию Там В полицию Он говорит Да Зачем Я говорю Ну чтоб Наказали его Ты же знаешь Что он тебя Обманул Он говорит Да Да Это Не проблема Я говорю А как Что значит Не проблема Ну Говорит У нас Такой Закон Вот Если Кто-то Украл То Ты Всем Звонишь А мы Все Вместе Мы всех Друг друга Знаем Тут Джайпури Вот И Никто С ним Уже Не будет Торговать Камнями Я Говорит Позвоню Просто И все Потом Через Некоторое Время Как бы Я ему Звоню Он Говорит Да Он Мне Вернул 12 Тысяч Я Говорит Почему А потому Что С ним Никто Не торгует Нормально Но У нас Ситуация Немножко Другая У Нас Бог Наказывает Люди Так Не объединены Друг С Другом Нет Таких Отношений Это Прошлое В России Так Было Раньше Сейчас Такого Нет Но Бог Будет Наказывать Все равно Как Он Наказывает Если Ты Обманываешь То Он Тебя На Глазах Уже Написано Обман Люди Тебя Начинают Бояться И Ты Начинаешь Привлекать Себе Обманщиков Ты Не Видишь Обманщиков Тебе Кажется Это Нормальные Люди То Есть Два Рычага У Судьбы Как Тебя Наказать Тебе Притягиваются Обманщики А Нормальные Люди Тебя Боятся Потому Что Они Чувствуют Что Ты Обманщик Все Ты Уже Обманут Судьбой Поэтому Если Ты Хочешь Денег Обманывать Нельзя Надо Выполнять Свои Обещания Дальше Надо Быть Щедрым Любить Людей И Все Это Через Служение Происходит Через Выполнение Этих Правил И Когда Человек Это Все Делает То У Него К Нему Притягиваются Хорошие Торговцы Если Он Торгует А Плохие Отваливаются Товар Продается Потому Что Он Любит Людей У Меня Есть Один Знакомый Он Кафе Открыл Прям В центре Москвы И Он Когда Люди К Нему Приходят Он Люди Приходят А Кафе Там Такое Знаете Полу Вегетарианское Ну Сложно На Арбате Там Кто Там Вегетарианец Там Нет Таких Людей А У Него Как Такой Специфическая Тема Сложная Сложно Собрать Людей Но Он Удивительный Человек Вот Правда Говорю Удивительный Человек Ну То То Есть Кто Бы К нему Не Пришел Заход Человек Кафе Он Сам Встречает Улыбается Ему Провожает Его Как дела Там Туда Все Что Хотите Кушать Давайте Сам Ему Обслужит Не То Что У Него Нет Там Никого У Него Там Все Персонал Полностью Как Положено Через Два Месяца Только По Записи Все Завалено Людьми Потому Что Там Он Создал Такую Атмосферу Тематические Встречи Всякие Он Всех Знает В лицо Человек Приходит Он Всех Запоминает Полностью Их Имена Он Вась Заходи Как я Давно Тебя Не Видел Вот Такое У нее Сознание Он Со всеми Дружит Со всеми Дружить Означает Богатство Любить Людей Со всеми Дружить Быть Бескорыстным Вот Допустим Человек Пришел К нему И Он Поговорил С ним Тот Уже Покушал Он Раз Ему С собой Что-то Дает Не Каждый Раз Один Раз Всего Но Этот Один Раз Запоминается Навсегда Раз Ему С собой Он Говорит А что Ну Просто Я Тебе От Души И Не Там Какую Загакулен Ку Типа Акция А Вот Может Быть Серьезное Что-то Ну Покушай Собой Заворачивает Еще Перв Раз Пришел У Тю-тю-тю Все Человек Будет Ходить Дальше Потому Что Он Получил Любовь Хорошую Еду Еще И Собой Вздали Поднимите Руку Кому Кажется Что Это Непрактично Ну Честно Ну Честно Давайте Это Значит Что У вас Не Будет Богатства Я Сейчас Объясню Вам Другое Кафе Еще Они Вообще Непрактичные Но они Одни Не Разорились А все Остальные Разорились Там В этом Городе Где Они Находятся Это В Омске Так Вот Слушайте Мои Дорогие Друзья Насчет Практичности И Непрактичности Два Раза В месяц В их Кафе Полностью Вегетарианское Кафе Вообще Никто По идее Не Должен Ходить Два Раза В месяц Они Проводят Полностью Бесплатные Обеды С утра И до вечера Через их Кафе За этот Один день Проходит 1200 Человек Маленькое Кафе Там стоит Шесть Или семь Столов У них С утра До вечера Они Делают Небольшие Обеды И В это Время Готовят Очень Много Еды И Все Люди Они Покушали Вот Чуть Чуть То Что Им Бесплатно Дали И Докупают Еще У них Там Книги Продаются Продаются Разные Сладости Можно С собой Что-то Взять Тематический Такой Кафе Тематическое Можно Почитать Что-то Взять Можно Какие-то Взять Травы Там Лечебные У них После За один Такой День Сметают Все Кафе Остается Пустым После Этого И Они Уходят В ноль В этот День Всегда Чуть Чуть Минус Чуть Чуть Плюс В основном Ноль Два Раза В месяц С Распростертыми Объятиями Все Кто Не Пришел Мы Короче Когда Приехали В этот День Я приехал Посмотрел Не было Места Куда Встать В машине То есть Все На машине Приезжают Голодные Все Завалено Машинами Короче Голодают Бедные На машинах Но Они Так Не Мыслят Они Вот Любого Человека Кто Бо К ним Не Пришел С Распростертыми Объятиями Накормят Его Ну Естественно Там Порции Не Такие Большие Но Все Равно Можно Покушать А Если Хочется Больше Ну Покупи У них Не Больше Цены В это Время Такие Же Потом Эти Все Люди Начинают Ходить К ним В кафе Кто Пришли Попробовать Бесплатно И У них Там Просто Очереди Отбои Нет От Желающих Они Начали Уже На Атом Там Делать У них Просто Там Жара Практично Или Нет Еще Раз Спрашиваю Не Практично А Практично Слава Богу Что вы Это Поняли Еще Один Пример Это Уже В Хабаровске Молодой Человек Обожает Обожает Грепфруктовый Напиток Оказывается Он Не горький Вообще Горькие Там Эти Вот Перегородки А Сам Сок Сладкий Приятный И Он Короче Взял Там Какая То Ярмарка Он Достаточно Богат Человек Взял Короче На Ярмарке На Какой То Начал Просто Всем Ну Там Сколько То Я Не Знаю Он Там Купил Там Килограмм 50 Что Ли Этих Грепфруктов Всех Надавил Сам Давит Все Это И Надел Сока И Короче Каждому Человеку Бесплатно Вот Такой Бокал Сока Ну Просто Чтоб Людей Напоить Грепфрультовым Соком Но У них На столе Была Реклама Кафе Определенную Люди Пошли В кафе Говорят А где Этот Грепфруктовый Сок У вас Там А сока Там Не было Потому Что Это Была Его Просто Инициатива Пришлось Открыть Там Отдел В этом Кафе Уже Он Просто Ну Надо Значит Надо Взял Открыл Отдел Грепфруктового Сока И Поставил Цену Чуть Чуть Больше Такого Такой Цены Свежевыдушных Соков Нет Потому Что Ну Просто Нравится Что Люди Пьют Этот Сок Пошла Такая Жара То есть Народ Весь Ломится За этим Соком Короче Попить И Начало В кафе Короче Тоже Жара Пошла И Он Начал Заниматься Вот Этой Бизнесом Вот Этим Соки Вот Эти Продавать Но Все Началось Просто С Нет У меня Есть Одна Знакомая В Перми Она Изобрела Вегетарианский Торт Вкусный И Начала Везде Дарить Где Только Попало Приходит Во все Администрации Она Очень Общительная Дама И Дарит Везде Торты Это Было 20 Лет Назад Народ Распробовал Эти Торты Потому Что Торт Правда Очень Вкусный Потому Что Он Делается Только Из Натуральных Продуктов Никакого Маргарина Ничего Все Чистоган И Очень Вкусно Поэтому Получается Какой Результат Она Не Сильно К этому Стремилась Но Народ Начал Требовать Тортов Они Сначала Открыли Небольшой Цех А потом Это Превратилось Так Что Все Остальные Торты Там Обанкротились За Этими Тортами Стояли Очереди Их Сметали За Полчаса Все Это Реально Так Было Абсолютно Нет Она Это Сделала Просто От Чистого Сердца Она Распространяла Освещенную Пищу То Она Приходила Освещала Эту Пищу Чтоб Люди Поели И Она Не Знала Что Такой Результат Будет Получилось То Что Народ Начал Требовать Прямо Из Администрации Звонит А где Можно Купить Ваши Торты Она Ну Ладно Мы Для Вас Это Вот Так Начиналось Все Мы Для Вас Будем Печь Она Начала Делать Эти Торты Чисто Для Тех Людей Которые Звонили Сначала Потом Эти Люди Начали Расширяться Пришлось Сделать Пекарню Потом Дальше Больше И Так Далее Если У вас Что-то Там Напряглось От Моих Слов Не Расстраивайтесь У вас Просто Нет Такой Силы Чтобы Быть Богатыми И Все Потому Что Вы Жмоты Услышали Меня Или Нет Вот Если Почувствует Значит Не Будете Богат Ну Ничего Страшного Бедные Тоже Счастливые Люди Мы Говорим О Преодолении Стресса Некоторые Люди В Стрессе Живут Потому Что Они Не Могут Достичь Своей Цели Я Вам Рассказываю Как Она Достигается Любовь К Людям Честность Щедрость Три Качества Необходимые Для того Чтобы Быть Богатым Запомнили Ну Естественно Трудолюбие Это Везде И Всегда И Еще Энергия Природы Если Нет Сил Какое Богатство Если Вы Хотите Занимать Высокое Положение В Обществе Тоже Есть Специальные Качества Для Этого Которые Надо Вырабатывать Эти Качества Вырабатываются Не То Что Ты Закончил Высшее Учебное Заведение А Немножко По-другому Человек Человек Если Если Человек Уважал Старших И Делал И Заботился Младших Он Получил Право Как Он Это Право Будет Использовать Другое Дело Потому Что Власть Это Очень Сильный Соблазн Так же Как И Деньги Поэтому Многие Богатые Люди Жадные Хотя В прошлом Они Делали Так Как Я Говорил Иначе Они Никогда Не Станут Богат Потому Что У них На Это Нет Благочестия Благочестия Это Как Счет В банке Вот Человек Имеет Как Что Он Так Служит Он Копит Этот Счет А Потом Становится Богат Или Допустим Что Такой Власть Это Тоже Благочестие От Чего Она Возникает От Того Что Ты Уважаешь Старших Уважаешь Правительство Уважаешь Страну В которой Ты Живешь Уважаешь Культуру В которой Ты Живешь Очень Сильно Уважаешь Чем Сильнее Тем Выше Ты Будешь Власть Я Где-то Лет Десять Назад Общался С Одним Министром И Он Меня Просто Поразил Я Не Буду Сейчас Вам Говорить Какое Положение Он Имеет Во Власти Ну Чтобы Вы Чтобы Не Было Сплетен Понимаете Но Он Имеет Самое Высокое Положение Во Власти Ну После Одного Человека И Так Он Тогда Был Просто Министром Этот Человек И Я Когда С Ним Общался Где-то Часа Полтора Два Он Мне Рассказывал Как Он Относится К Людям Как Он И Я Увидел Что Он Бесконечно Уважает Старших Он Бесконечно Подпредан Родине Он Никогда Не Будет Врать Он Никогда Не Будет Ну Предавать Подставлять И так Далее Понимаете То есть Вот эти Качества У него Очень Сильно Развиты Как У Личности Я Понял Что Он Пойдет Дальше Я Был Уверен Просто И Так Для Того Чтобы Занять Высокое Положение В Обществе Человек Должен Иметь Желание Защищать Младших И Сильно Уважать Старших И Он Должен Иметь Честь Он Должен Верить В Свою Страну Должен Верить В Культуру В Которой Живет И Должен Иметь Честь Сердце Он Не Должен Позволять Себя Оскорблять Но При Этом Также Не Должен Гневаться И Злиться Вот Эти Качества Главные Для Того Чтобы Быть Властителем Ну Иметь Какое-то Положение В Обществе Где-то Вот Допустим Все От твоей Природы Зависит Где Ты Будешь Иметь Положение В Обществе Все Зависит От твоей Природы Может Ты Будешь Директором Завода Или Какой-то Организации Но Все Начинается Очень Просто Вы Говорите А как Повысится Все Очень Просто Вы Приходите В Администрацию Района Или Села Или Города Куда Вот Делать Доброе Дело Какое Ну Какое Не Можно Доброе Дело Делать Он Говорит Ну Сделайте Вот Это Отремонтируйте Там Площадку Еще Что-то Сделали Опять Хочу Доброе Дело Есть Лишние Деньги Чуть Делайте Добрые Дела Для Власти И Сильно Уважайте Ничего Не требуйте От них Даже Если Вам Человек Начнет Вас Уважать И Когда Он Начнет Вас Уважать То Придет Время У Него Где-то Не Будет Хватать Человека И Он Придет К Вам И Скажет Или Позовет Вас А Ты Не Хотел Вот Этим Заняться И Вы Скажете Ну Я Как Не Специалист В Этом Он Скажет Ничего Страшного Мы Тебя Обучим И Пошлет Вас Сказочник Хорошо Привожу Пример В Одном Городе Есть Мужчина Который Услышал Как Надо Развиваться Он Услышал Мою Лекцию И Дальше У Него Были Ужасные Отношения С Отцом Он Начал Развивать Отношения С Отцом И Развил До Такой Степени Восточной Национальности Что Отец Каждый День Звонил Ему И Говорил Я Тебя Благословляю На Этот День Потом Он Начал Уважать Старших На Предприятии Где Он Работает Относиться Уважительно Показывать Свою Верность Уважение И Это Не Просто Показуха Была А Это Была Его Пора Заканчивать Да Я Понял Да Да Хорошо Да Я Понял Я Прошу Чтоб Они Потому Что Я Могу Четыре Часа Говорить И Вот Это Реальная История Слушайте Что Было Дальше Его Вызвали В Он Просто Был Рабочим А Это Крупное Предприятие Там Старший Менеджер Вызвал Его И Говорит Я Хочу Чтобы Ты Руководил Вот Этим Отделом Он Он Говорит Ну У 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 Этот Этот Может Руководить Почему Вы Меня Выбрали Он Говорит Это Не Твое Дело Будешь Руководить Он Говорит Я Не У Он Говорит Это Тоже Не Проблемы И Послал Его Бесплатно На Курсы Для Руководителя Потому Что Для Старших Самое Главное Верность Если Мудрый Руководитель Он Знает Что Ему Нужны Верные Люди А Не Те Которые Там Пальцы Веером Крутят Понимаете Если Есть Верный Человек Его Можно Вырастить И Он Потом Тебе Будет Самым Главным Помощником А Если Человек Не Уважает Тебя То Он Когда Вырастет Он Станет Тем Кто Разрушит Твою Жизнь Он Уже Станет Специалистом Означает Все Возможности Украть У тебя Деятельность Разорить Тебя Разрушить И так Далее Редактор субтитров Корректор А.Егорова